Всем привет дорогие друзья, меня зовут Юрий Аксёнов. Это геймплен рубрика посвященная обзору игр для андроид. Ставь класс под видео и погнали! Первая игра на сегодня называется LEGO Ninjago Tournament. Игра представляет из себя боевую арену, на которой вам необходимо будет отбиваться от многочисленных волн противников, которые с каждой волной будут становиться всё сильнее и сильнее. Периодически вам придется сражаться с боссами, которые обладают порой достаточно интересными способностями. Управление в игре осуществляется с помощью виртуального стика и пяти кнопок, которые отвечают за удар, блок, захват, прыжок и конечно же спецвозможность. Графически игра выглядит неплохо, но немного напрягает анимация движений. Видимо разработчики не хотели сделать анимацию более плавной и разнообразной. В игре присутствует система прокачки. Чем больше вы играете за определенного героя, тем мощнее он становится. Также за заработанные детали вы сможете купить различные улучшения или разблокировать нового героя. Игра распространяется в Google Play абсолютно бесплатно и в игре полностью отсутствуют внутриигровые покупки. Если вам понравилась игра, готовьте примерно 1 гигабайт свободного места на устройстве. Вторая игра называется Rogue Racer Traffic Rage. Это раннер, цель которого проехать как можно дальше и не попасть в аварию. Визуально игра выглядит очень ярко, что безусловно является ее плюсом. Из элементов управления в игре присутствуют две педали, то есть скорость движения вы можете контролировать самостоятельно, притормаживать и газовать в нужный для вас момент. Чтобы осуществлять повороты, вам необходимо задействовать акселерометр, либо использовать нажатие в боковых частях экрана. За каждый метр, который вам удастся преодолеть, вы будете получать очки. Причем за каждые 100 очков вы получите одну монету. Накопленные монеты вы сможете тратить на покупку других автомобилей. Еще одной особенностью игры является присутствие в ней пешеходов, которых можно сбивать. Правда это весело только поначалу, так как за каждого сбитого человека у вас будут отнимать по 100 очков. А это уж вам точно не надо, если вы собираетесь зарабатывать на другой автомобиль. Рекомендую ознакомиться всем с этим раннером. Следующим в моем списке идет стелс-экшен Enemy Gates. По сюжету мы играем за спецагента, цель которого обезвредить всех врагов на локации и не быть пойманным. Для этого мы можем использовать различные виды оружия, а также кулаки. Если вы тихонечко подберетесь к врагу со спины, то сможете вырубить его без единого выстрела. Управление в игре осуществляется с помощью виртуального джойстика, панели выбора оружия и двух кнопок, отвечающих за удар и выстрел. Также есть кнопка, которая позволяет отдалить камеру. Графически игра выглядит симпатично. Геймплей игры достаточно однообразный и со временем, к сожалению, может надоесть. Также напрягает длинный туториал, причем чтобы открыть доступ к кампании, нужно пройти минимум 6 обучающих заданий. Четвертая игра называется Train Runner и представляет она из себя 2D Runner. Играть нам предстоит за стикмана, который по какому-то странному стечению обстоятельств вынужден бежать ночью по крыше поезда и избегать множества различных препятствий в виде кондуктора, летящих навстречу птиц и светофоров. Для того, чтобы избежать встречи со всеми этими преградами, мы можем совершать одиночный и двойной прыжок. Чтобы осуществить их, достаточно сделать один или два тапа по экрану. Все очень просто, но и одновременно очень сложно. Следующая игра это тоже раннер, но в этот раз 3D. В Jets Flying Adventure вам предстоит управлять бумажным самолетиком. Управление в игре осуществляется с помощью свайбов, причем вы можете менять не только полосы движения, но и высоту, что выделяет эту игру от других трехполосных раннеров. В игре мне понравилась графика, продуманность локаций и возможность выбора карты и основной цели полета. Недавно кто-то в комментариях просил, чтобы я сделал обзор на какой-нибудь кликер. Так вот, попался мне тут один весьма любопытный и называется он Time Clickers. Здесь нам необходимо с помощью пистолета отстреливать блоки, которые будут появляться на локации. Сначала все это нужно будет делать вручную, но после мы сможем сделать апдейт, который позволит уничтожать их в автоматическом режиме. Также вы можете улучшить и свое оружие, сделав его выстрелы более мощными. Одним словом, основной принцип игры совпадает с другими кликерами, но все это представлено нам в другой обложке, что, если честно, выделяет его от других. Предпоследняя игра на сегодня тоже таймкиллер, который называется Shredmill. Мое внимание к этой игре привлек необычный геймплей и необычный персонаж, за которого нам предстоит играть. Играем мы за стопку бумаги, которая всеми силами пытается избежать участи попасть под шреддер. Стопка бумаги прыгает по движущейся ленте, и единственное, что мы можем делать, это перемещать ее с одного края беговой дорожки на другой. На пути перед нами будут возникать различные препятствия. Цель игры избежать как можно больше измельчителей бумаги. Темп игры будет постоянно нарастать, а также периодически будет меняться направление движения. В общем, играть в Shredmill очень весело и хардкорно. И завершает сегодняшний выпуск игра Risky Rescue. Здесь нам предстоит управлять спасательным вертолетом. Управление осуществляется с помощью нажатия в левой и правой части экрана. Основная цель игры – собрать всех людей и приземлиться на специальной площадке. Трудность заключается в том, что нельзя соприкасаться с другими поверхностями. В настоящий момент в игре имеется 52 миссии, но разработчики обещают регулярно добавлять новые. За прохождение миссии вы будете получать монетки, которые можете потратить на разблокировку других вертолетов. Вот и подошел к концу сегодняшний выпуск. Всем большое спасибо за внимание. Не забывайте ставить палец вверх под видео и подписываться на канал.